О провале по улице Бачурина, которому уже месяц, мы и пользователи интернета узнали от Ксении Близновой. Девушка написала в группу во Вконтакте, посвященную нашему городу. До вчерашнего дня не было даже ограждения провала. Здесь активно играли дети, в том числе и младший брат Ксении. Я начала бить в тревогу уже вчера, потому что это уже было невозможно. Вечером темно, никто не видит. Яма уже до таких размеров опустилась, что уже, правда, становится страшно. К дому она находится очень близко. И неизвестно, что будет завтра. Но, правда, чем дальше, тем хуже начинается. И если она две недели назад была незаметной, то сейчас уже глубина до метра даже где-то больше доходит. Ну, я подумала, что раз никто ничего с этим делает, пришло время попробовать самой. Диаметр провала примерно 5 метров, а если мы отойдем чуть дальше, за него, то можно увидеть, что из земли идет пар и почувствовать тепло. О том, что провал достигнет таких размеров, жильцы даже не думали. Начиналось все безобидно с небольшой лужи. Здесь образовалась просто лужа. Обыкновенная была лужа, и шло испарение. Это буквально месяц назад, наверное, было. Потом потихоньку, потихоньку, постепенно начала появляться ямка. В службу у нас соседка обращалась, звонила везде, и в водоканал, и в теплосети. Потом я разговаривала, соседка, она говорит, звонила специально какой-то, ей дали номер, кто этим занимается, как водоканал. Приезжала женщина, я видела сама лично, женщина с мужчиной. Женщина тут походила, у колодца походила, по телефону поговорила и уехали. И все, на этом тишина, и больше никого у нас не было. Сегодня на месте провала встретились местные жители, представители управляющей компании, а также администрации города. Это вокзальские электросети, выезжали, осмотрели опасности, сказали. Жители сообщили службу спасения, вчера служба спасения выехала. Сегодня мы сообщили в горный институт для того, чтобы сделать анализ. Провал, это техногенный, либо имеет природное свойство. К концу дня мы будем знать результат, и завтра будем принимать необходимые меры. На провал сотрудники горного института выехали незамедлительно. Результаты уже готовы. Согласно заключению специалистов, участок располагает к развитию карстолософазионных процессов. Провал необходимо засыпать глиной и щебнем, а также исключить поступление техногенных и поверхностных вод в грунт. По имеющейся информации, работа должна начаться в среду. Мы будем следить за развитием событий.